Культ просвета 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 здравствуйте честно скажу немножко скептически отнеслась к тому когда услышала что студенты университета дубна сняли сериал видели знаем ну что там может быть тем не менее перед интервью пришлось посмотреть пилотную серию и я была приятно удивлена потому что снято все четко хорошо нет затянутых сцен вроде так все очень и динамично довольно в общем видно что постарались расскажите пожалуйста какой у вас был опыт на момент начала работы опыт съемок опыт написания сценариев работы со звуком если судить до и после то конечно после это стало уже намного круче намного обширнее то есть опыт естественно стал реально лучше до начала до начала у нас в принципе уже был как бы такой минимальный как опыта мы собираемся да такой собирательный опыт разные проекты общественные еще какие-то студенческие где-то приходилось побегать с камерой где-то что-то прописать сценарий допустим мероприятия вот а где-то была мечта где-то читали к смотрели что-то в интернете то есть какие-то проекты у вас уже до этого были проекты были давно до этого и короткометражных фильмов тем не менее вы учитесь в университете дубна на экономистов по моему и откуда все-таки появилось желание взять в руки камеру и снять сериал не просто какой-то маленький клип фильм а сериал ну если говорить вот о какой-то мечте или о проекте у него свои цели я сам из казахстана приехал вот тимур битмамбетова все наверное знают это вот мой герой скажем так сфере киноиндустрики на индустрии мой кумир он тоже казахстана тоже выбился с нуля и когда-то не закончил образовательное учреждение перевелся мне бы тоже хотелось повторить такую судьбу желание взять камеру у меня нету желания взять камеру мне желание создать образы какие-то которые кто-то другой возьмет камеру снимет вот а вот данила у тебя у меня было огромное желание взять сначала камеру и попробовать вообще съемки то есть каково это как вообще снимать после уже естественно это монтаж тоже я решил поэкспериментировать это было на самом деле еще с 10 класса то есть все как бы вот это начиналось с давних времен ну и так со временем то есть потихоньку опыт приходил то есть я стал уже снимать короткометражные фильмы идея сделать как бы сериал это возродилось буквально ну года на 2 назад то есть мы с другом обсуждали что-то вот думаю а давай-ка снимем сериал ну как бы давай и как-то идея она еще в принципе у нас это было а времени на все вот это вот организовать да не было ну так как вот нас в этом году познакомили с дмитрием и у нас понеслось тут все дело то есть он вообще помогает в работе со съемками с режиссурой естественно тоже вообще на стадии предпроизводства произошел интересный случай вот как раз на тот момент мы познакомились исчез куда-то сценарист соответственно вот-вот должны были начаться съемки и все пришлось сделать с нуля но в целом получилось еще лучше мы придумали много интересных фишек там идеи с интерактивом и прочим но об этом думаю после каких ролях вы вообще выступили в процессе работы над сериалом то есть кем вы были сценаристами режиссерами актерами расскажите просто весь спектр мы были всеми понемногу так сказать то есть когда пришлось монтировать титры мы еще долго думали кого куда записать потому что это в принципе командная работа что-то мы обсуждаем все вместе коллективом и не только вот я или даниил или там еще некоторые люди даже актеры все вместе мы работаем командой команда вообще состоит из скольки человек сколько вас набралось и это такой не точный интервал немножко меняется постоянно это в зависимости от того какая сцена какое событие какой период плюс и люди какие-то уходят да какие-то приходят то есть у нас даже кастинги были на отбор актеров любимая частью режиссеров мне кажется после кастингов обычно приходится где еще готовить вот и этому приходится посвящать время и не часть тех ребят которые сначала приходят они остаются то есть ты уже рассчитываешь на них уже даже может быть меняешь сценарий по те образы которые не сами могут дать а потом сначала хорошо так о чем же точнее как родился идея вашего сериала сначала родился какой-то образ главного героя или была история которую вы хотели рассказать здесь какой-то извечная проблема что сначала к улице и лицо конечно тут трудно понять либо сначала хотели что-то снять либо у нас было что-то что снять и мы решили это снимать потому что ну я думаю много кто хочет что-то написать что-то спеть а что самом деле у нас много проектов и мы задумываемся не только об одном сериале и вот на нем нет в принципе нас есть это особо экономическая зона в дубне хорошо развивается университет до москвы далеко почему бы не создать здесь в дубне какую-то ну скажем так ну что-то по минимуму киноиндустрию небольшой это было бы полезно и города и общество в принципе это интересно вот поэтому у нас несколько амбициозные проекта не есть в голове вопрос почему именно с этого проекта решили начать на этом проекте мы просто познакомились это была идея данила вот и основная вот мы не знаем пока как пойдет дальше проект мы честно говоря не рассчитывали на то что у нас будут брать интервью сегодня здесь вот основная задача научиться делать качественный продукт чтобы потом с ним можно было сделать еще что-то расскажи пожалуйста твое видение как появился идея сериала появилась знаете как-то неожиданно то есть как я вот это говорил мы просто шли с моим другом обсуждали ввиду вы обсуждали обсудали aconte будет или сериал абстрактно мы обсуждали просто вообще какой будет у нас следующий проект то есть что лучше сделать либо короткометражный фильм чтобы полнометражный фильм и я все-таки предложил то что давай лучше сделала сериал во первых сериал это опыт то есть для начала но перед тем как снять реально полнометражный фильм То есть тебе показалось, это легче? Да, это легче. Это намного проще, чем снять реально полуметражный фильм, потому что там уже необходима подготовка, больше времени. А сериал там, пару серий снял, там сделал перерыв, то есть там на месяц, на два, то есть как-то вот так. А идея возродилась, буквально шли, обсуждали, появилась идея. Дальше мы эту идею уже додумали с Дмитрием, и сериал начал сниматься. Ох, даже не спрашиваю, почему ты так думаешь. Потому что, когда я выхожу, начинается дождь. Ишь ты как обычно. А ты что такая невеселая? Твой же уехал. Ну вот именно, и, видимо, надо. Так радоваться надо. Почему радоваться? Знаешь, сколько ждать еще? Ой, да ладно? Какие планы у нас навечер? Слушай, я вообще не знаю. Кстати, помнишь вчерашнего тарзанчика? Да. Так вот, его сосед уже во второй день ко мне подкатывает. Какой сосед? Да вот, сзади, который сидит, как-то сильно не поворачивайся. Слушай, ладно, я пойду после пары с детьми здесь. Давай-давай, иди, изобрилка. Как ты там говоришь, его зовут? Как ты там говоришь, его зовут? Хорошо, быстро ты. Сериал «Новая жизнь». О чем же он? Расскажите вкратце. Описание. Если совсем просто, то все заключается в своем названии «Новая жизнь». Вот, и если смотреть прямо в кадр, многим может показать, что это студенческий сериал. Да, именно так мне и показалось. Вот, ну если... Ну, вы еще не видели продолжение сериала, и потом опытный зритель увидит там косвенно отраженные некоторые проблемы извечные. Да, там, отцы и дети, разница в поколениях и так далее и тому подобное. Ну, а самая основная идея, вот, в рамках которой мы работаем, которую, в принципе, вот, Данил следит, чтобы мы, вот, когда работаем сценарием, не выбегали, да, вот, куда-то в сторону от нее. Это вот именно «Новая жизнь». Все из нас когда-то хотели начать что-то с нуля, там, или, там, брошу курить в понедельник, займусь спортом в понедельник. Это планируемые вещи. А есть непланируемые. Мы закончили школу и оказались на пороге «Новая жизнь». Мы получаем знания, пошли в университет. Новая жизнь, так или иначе. А потом эта «Новая жизнь» закончилась и началась следующая. Вот уже прошли эти 5 или 6 лет, мы должны идти работать, и снова новая жизнь. Но то, какая она, будет зависеть от того, как мы провели предыдущую. И вот эти вот некоторые проблемы, они так или иначе, вот, они с нами связаны, и каждый ведет себя вот по-разному. Когда на нем, вот, когда к нему приходит, вот, какое-то испытание или вот какая-то ситуация. Когда ему нужно что-то решать. Хорошо. То есть я все-таки понимаю, что у вас роли немножко распределены, хотя вы друг другу помогаете, но ты, Данил, стоишь больше за камерой. А ты, Дмитрий, соответственно, как я поняла, любишь придумывать образы героев. То есть это твоя работа была. Режиссер-постановщик. Если вот совсем, вот, распределить по ролям, то у нас есть, вот, проект можно рассматривать и изнутри, и снаружи. То есть развитие проекта, связи с общественностью, еще что-то, и курирование проекта, тайм-менеджмент. Это Данил. А изнутри, то есть, как бы он отвечает за его развитие, и за, вот, то, что, за направление развития. А я больше отвечаю изнутри за то качество, которое мы хотим увидеть. Ну, тогда расскажи, пожалуйста, про персонажей, которые зритель может увидеть в сериале. Познакомь немножко. Вот персонаж, в принципе, и в кино, и в театре, он, это такой собирательный образ. Есть скелет, то есть скелет, который есть в идее. Это, допустим, идея Данила. Вот. Дальше есть какие-то черты характера, какая-то судьба, что-то взятое от меня. Это, ну, от 50 и выше, да, процентов. А остальное добавляет сам актер. У него есть тоже какие-то переживания в жизни, какой-то опыт, и он иногда хочет, иногда ему приходится это делать, и он добавляет это в свой персонаж. Вот яркий пример, это Джонни Дэд. Многие фильмы без него не были бы такие, потому что он добавляет именно свой изюм туда. Хорошо, вот расскажи про те герои, которые зрители видят в сериале «Новая жизнь». О главных героях, например, там, не знаю, 3-4 героя. Первый главный герой, вокруг которых будут происходить действия, это двое молодых людей. Один из них Максим, а второй из них Петр. Один из богатой семьи, а второй из деревни. И у одного есть проблема, и у второго проблема. На первый взгляд может показаться, что да, парень из деревни, что-то там не так, а другой вроде богатый, у него все есть, но все не так. У того, кто богатый, у него на самом деле более такая драматическая жизнь, а на самом деле более счастлив тот, кто приехал из, скажем так, неизвестного какого-то места. На них обоих обрушатся некоторые проблемы. Некоторым придется решать сообща, некоторые их, наоборот, поссорят. И мы посмотрим то, как они это покажем, посмотрим вместе со зрителями, то, как они будут это решать. Потому что эти проблемы, они так или иначе свалят на нас. Вы вообще в процессе работы часто ли спорили? Какие моменты у вас были? Ну, не без этого. Ну, естественно, да. Вот главный момент, на котором вы столкнулись. Что приходилось решить? Где искать компромисс? Мы решали вопрос, мы анализировали, в какую сторону развиваться. Мы понимали, что мы хотели какую-то спортивную добавить драму туда, вот эта линия Петра, да, допустим. А вопрос, какой вид спорта. Я очень хотел футбол, потому что это 2018 год и ближе к моему пониманию, да, вот студенческие команды, за которые все болеют. Ну, такой тоже образ. Он хотел баскетбол. Технически снять баскетбол. И мы уже набрали команду футболистов, мы уже набрали актеров. И он решил баскетбол. И вот тут мы долго спорили. Да, спор мы долго спорили. Но, тем не менее, футбол победил. Ну, это, видимо, победила футбольная команда. Ну, да, конечно, стоит футбольная команда. И один Данилов. Какое голосование? В чью пользу интересно будет? Мы просто еще поняли то, что саму вообще техническую сторону в плане съемок, то, чтобы баскетбол снимать, ну, будет немного сложнее, чем все-таки футбол. Что, ребят, в футбол поиграем или, может, подеремся? Да ты еще нарываешь! Стой, Артем, давай без этого. Как бы этого не одобрил? А как без этого? Сегодня он к ней за маслом зашел. А завтра переедет, что ли? Что мы с ним делаем? Ну, давай, как обычно, делаем с новичками. Да, пробьем его по-раз. И что? Ну, отобьет, пойдет домой целом. Этот не отобьет. Как тебя зовут, Петр? Иди-ка ты пробей. Я? Еще один большой спор возник, когда мы распределили роли. Тот образ, который играю я, как актер, я не собирался его играть ни в коем случае. Я выходил на сцену, когда мы устраивали кастинги или какие-то тренинги перед тем, как снимать, и показывал ребятам, что я хочу от них увидеть. А Данил и еще несколько членов нашей команды, они смотрели и говорили, нет, Дим, это должен делать ты. Я максимум, что мог бы сыграть. Мне кажется, это вот того парня, который ботаник там в очках, еще что-нибудь немножко такой забитый. Ну, пришлось очки снять? Да, пришлось снять очки и согласиться с Данилом. Тоже долго спорили. Вот скажите, пожалуйста, почему главный герой Максим такой добрый, но он слишком добрый? Некоторые зрители... Кажется, что он хочет из своей корысти что-то вот этого делать, а потом оказывается, что нет. Вот здесь сложно. Я пока ничего не хочу сказать, потому что это немножко раскроет сюжетную линию. Он добр не ко всем, далеко не ко всем. Вот, просто на самом деле... Нет, не сказал бы. Я сейчас ничего не хочу говорить, потому что это очень может распутывать некоторую сюжетную линию, клубочек тот, который мы не хотим, чтобы сейчас распутывался. Вот, просто часть зрителей считает по-другому. А что это за темный такой типчик? Что это вот? Он какой-то мутный. Вот прямо это после показа в университете нам сказали. Так что мне они разделяются, это уже хорошо. В начале сериала есть такая сцена, где Петра провожает в большой город дедушка. Дедушку играет преподаватель университета Дубна, доктор исторических наук Иван Ярославович Шимон. И он дает напутствие герою и произносит такую философскую речь о роли деревни в жизни России. Вот мне интересно было, это Шимон придумал или это ваш текст, который вы вложили в уста его героя? Что касается Ивана Ярославовича, то да, действительно он многое принес в свой образ. Так получилось, у нас было 5 минут на то, чтобы успеть снять эту сцену. Камера разряжалась, и мы приехали, ехали. Адмитим, да, то, что это снято было с первого дубля. То есть это его монолог. Экспромтом произнесен. Так, точно. Другое интересное явление, то, что как раз Иван Ярославович, это часть того интерактива, который мы придумали и будем использовать в сериале. Он действительно сыграет самого себя. Это у него отдельная линия, некоторая связанная с этим, со своим внуком. Он появится в университете как преподаватель. Для нас это возможность дать некоторое развитие университету, показать его. Представляете, кто-то поступит в университет, увидев этот сериал когда-то, дай бог, он заживет. И вот он приходит на опару, смотрит, и тут Иван Ярославович вещает. Вот такое можно? Мне в автограф, пожалуйста. Нам кажется, в этом что-то есть. Да. Ну все, дедушка, поеду я, поеду. Ой, Петя, Петя, далеко едешь, город большой, будь осторожный, будь внимательный. Там много соблазнов всяких в этих городах. Не забывай, деревня, тут корни наши с тобой, корни. Выживет деревня, выживет Россия. Не выживет деревня, и Россия попадет. Помни об этом. Хорошо, дедушка. Еще о съемках расскажите, о процессе съемок. Как долго вы его снимали, как выбирали места для съемок? Ну, сами съемки, они у нас длились, сколько, месяца, три, наверное. Сами съемки, в сумме, если собрать, они шли неделю. Просто получалось, что по два, по три часа в день. Это растянуто, да. Так как это общественный проект, мы не платим людям, у нас нет такой возможности. Но и с другой стороны, они работают бесплатно с нами, вот, на общественных началах. Мы постараемся под графики. Летом все поуезжали, кто-то отдыхать, кто-то еще куда-то. Университеты, там проходили ремонтные работы, мы подгадывали, когда что. Вот, поэтому не так долго, не так долго. Ну да, камера у нас отсутствовала тоже, вот. В итоге получилось... А сколько камер участвовало в процессе? Одна камера. Одна камера, то есть вы каждый раз меняли план? Да. Это же нужно все в голове держать? Ну да, приходится держать в голове. Приходится, да, держать в голове и... Мы работаем не совсем, вот у нас как, мы не просто пишем ровно сценарий. Будет эта фраза или не эта фраза. Мы стараемся, чтобы актеры понимали ситуацию, в которую они попадут. И они отыгрывают ее, как бы они отыграли, вот, в рамках вот этого образа. Мы делаем несколько разных дублей, меняем диалоги так, чтобы было естественно для них. Поэтому вот эта проблема, вот, которая вам сейчас показала, что она имеет место быть, она не столь существенная. Ну как же, не то, чтобы имеет место быть, да, техническая сторона. Вот я про это и говорю, что это сложно очень предусмотреть потом, чтобы не забыть снять какой-то момент. Какую-то перебивку, чтобы оно потом идеально все склеилось. Приходится возвращаться снова на тот же момент. Некоторые сцены, которые идут подряд, вот, допустим, в фильме, они идут, допустим, вот, начало. Часть начала мы снимали в середине лета, а часть в середине сентября уже, больше так. То есть это одна и та же одежда, примерно подобрана одинаковая погода, и все. Сам вообще процесс, как бы, съемок, он, если бы у нас это была постоянная камера, мы бы, в принципе, сняли, я думаю, ну, может быть, за, ну, за месяц. Это вместе с лицмонтажом, да, то есть это, естественно, там, как бы доработать надо было что-то, вот, то где-то так бы это заняло. Потому что первая серия, она у нас все-таки идет, ну, где-то полчаса вот вышла. А планировали на 25 минут. Кто вам помогал в процессе съемок? Организации, люди, да, чтобы вот все получилось. В процессе съемок нам вообще помогал наш университет, естественно, за то, что они нам предоставили помещение для съемок, то есть вообще полностью весь кампус. Также 11-я школа, там есть очень хороший человек, Андрей Владимирович, он нам помогал с оборудованием по звуку. Также телеканал Дубна нам тоже помогал. Ну, и все ребята, в принципе, потому что кто-то выходит из кадра, тот же Петр, который Саша. Он выходит из кадра и уже держит микрофон, или несет какую-нибудь там часть технического оборудования, чтобы оно там не разбилось, не упало, потому что Данил уже бежит с камеры в другую сторону. Вот, все участвовали, все помогали, и приятно то, что есть команда. Есть такая фраза, если есть режиссер, но нет команды, то ничего нет. Вам удалось собрать команду? Нам удалось собрать команду, да. С нами работают отличные люди, и интересно то, что они не имеют опыта в большом кино, они не учились на это, но часть наших знакомых, которые учились, может быть, профессионально тому, чем мы занимаемся, этому немеслу, они оценивают это достаточно высоко, и не у каждого получается сделать подобный проект. Поэтому нам приятно, что так получилось. Что же вы собираетесь делать с этим проектом? Будет ли продолжение? Я поняла, что будет продолжение, да, но расскажите об этом поподробнее. Как вы видите будущее сериала для начала? Продолжение сериала, конечно, будет. Сейчас уже идут съемки второй серии. Дальше, ну, планируем на телевидение, то есть на Москву. Показать? Вы еще не показывали. Это уже отдельный вопрос. Задача минимума у нас была, это мы тренируемся. Мы собрали команду, мы попробовали разные сцены, как их можно снять. Ну, у нас еще есть целый план, что мы хотим попробовать. Да, с частью из этих пунктов плана возникают трудности. С другими мы уже разобрались, это задача минимума, мы ее достигли. Сколько серий? Примерно. Примерно 6-7 серий будет. То есть это большой фильм будет, если это объединить все вместе? Нет, для именно вот... Или вы сокращать будете? Именно для Москвы мы хотим только две серии. А, все, понятно. То есть как вот, где-то на полтора часа, наверное, выйдет? Там станет ясно, куда нам идти дальше, над чем работать дальше. А может быть, нам повезет. Впечатление от работы над проектом этим. Что вам понравилось? Где вы себя увидели? Потому что вы были в разных ролях. Что вы поняли? Именно это ваше, именно этим я хочу заниматься. Именно этим я хочу заниматься. И собираетесь ли вы продолжать обучение в университете нашем? В университете-то, конечно, продолжаем. И будем учиться дальше. Вот, однажды я смотрел передачу, в которой выступал один из операторов известных. Вот, и он сказал, что я не понимаю сегодняшнего, сегодня вот, то, как работает телевидение. Многие жалуются, ну, я устал, я пойду домой, у меня выходной. А я пришел, говорит, в эту профессию, напомнил оператор, вот, и я не хочу уходить домой. Мне здесь нравится, и я не устаю. То есть если у меня есть возможность что-то снять еще, я это снимаю. И вот у меня примерно такое же отношение к этому. Я могу не пойти на пары, я могу не спать несколько суток, я буду этим заниматься. Вот, единственное, что приходится еще ходить на пары. Все-таки приходится. Это тоже интересно, просто, к сожалению, невозможно раздвоиться. У нас в сутках все 24 часа, и нужно еще и сну время уделять, к сожалению. Тем не менее, кем вы себя видите в будущем, кем вы хотели, если помечтать? Может быть, актером, либо режиссером проекта. А я хочу создать некоторую киностудию, которая будет связана с нашим университетом. Почему с университетом? Потому что я очень люблю наш университет и стараюсь заниматься там общественной работой. В принципе, можно и без него. Вот, представляете, допустим, тоже Тимур Бекмамбетов. У него есть кинофестиваль международный экшн-фильм. Туда и все американцы приезжают и часто выигрывают там. Но туда ближе всего можно попасть. Вот если я приеду туда один, это будет, ну, приехал и приехал. А если туда приедет, допустим, Дунай University Films, то какое развитие сразу и города, и университета, да? Ну, я пользуюсь, пытаюсь думать, как так. Вот, это интереснее. Спасибо, что пришли к нам в студию. В конце, в завершении программы посмотрим еще небольшой фрагмент из вашего сериала. С вами мы не прощаемся. До новых встреч. Мы с вами тоже надеемся, что не прощаемся. Надеемся, это не последняя встреча. И нам приятно, что вы нам интересуетесь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»